Привет! С вами канал Фактория! Скорее всего, именно такое выражение лица и было бы у героя мультсериала Губка Боб квадратной штаны Патрика, если бы он обнаружил, что над океаном есть совсем другой мир. Кто-то сравнил свое тело с британской говядиной, считай, что состоит на 100% из этого мяса. Что ж, очень странный выбор. В одной татуировке идеально совместили героя ныне популярного мультсериала Рик и Морти с героем легендарной серии фильмов «Назад в будущее». Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Вот как забавно можно применить стиль рекурсивного изображения в татуировках. Надо было третью голову тоже сделать для полноты картины. Когда являешься настолько ярым поклонником конкретного бренда, что хочешь носить его логотип, даже будучи без одежды. Кто бы мог подумать, что из двух героев вселенной «Симпсоны» сможет получиться символ инь-янь. В 2019 году Майнкрафт отметил свое десятилетие, так что совсем неудивительно, что некоторые фанаты игры уже совсем взрослые и набивают себе подобные тату. Парные тату на ногах также излюбленная вещь в наше время, но не каждые из них могут похвастаться такой задумкой. Когда настолько привык держать ручку за ухом, что без нее ощущаешь себя не в своей тарелке, выход один – оставить ее там навсегда в виде татуировки. Котов также часто любят изображать на своем теле, но такое изображение кошки с семью глазами выглядит слишком уж странно. Сколько раз уже сравнивали американского Винни-Пуха с его советским аналогом? Кто-то решил поставить точку, четко обозначив более сильного медведя. Фанат легендарной игры «Супер-братья Марио» решил оставить этот рисунок на своей ноге в память о том, что все детство провел перед экраном с джойстиком, спасая принцессу. Не обязательно набивать целое лицо на затылке, можно изобразить только глаза, а складка на шее уже закончит злой образ. Просто гениальное оправдание для уличных художников. Если среди вас есть те, кто увлекается граффити, то возьмите себе его на заметку. Да-да, без фанатов вселенной Марвел так же не обошлось. Парень решил перенести на всю руку любимых героев в формате комикса. Узнали, кому принадлежат глаза? Все правильно, это Питер Гриффин из мультсериала «Гриффины». Сама задумка татуировки, кстати, очень даже оригинальная. Обладатель хорошей фантазии смог распознать в своем родимом пятне привидение и решил добавить пару элементов, чтобы остальные тоже его видели. Татуировки с участием пупка так же популярны, правда большинство из них выглядит очень неприятно. А вот этой девушке удалось создать простую и забавную композицию. Так же часто можно увидеть большие и изящные крылья во всю спину. Но кто-то решил выделиться на фоне остальных, набив вместо красивого оперения жареные крылышки. Он настолько любит конкретно эту фирму пива, что никак не мог сдержаться и попросить набить ему сразу шесть пивных банок на животе. Кто-то решил немного изменить одну из самых популярных фраз, которую набивают в тату-салонах. Так вот рядом с этой женщиной и появились слова «Только мама может судить меня». Не всем нравятся статичные картинки, именно поэтому было решено нанести на ногу целый сюжет, хоть небольшой, зато крайне информативный. Здесь также решили добавить немного динамики, изобразив такое кресло, которое откидывается при разгибе руки. Следующий герой решил оставить на своем теле инструкцию, как правильно мыть его тело, чтобы ни для кого это не составило трудностей. А здесь вы можете увидеть одну из любимейших головоломок путешественников. Сможете найти еще какие-нибудь слова, которые не обведены. Еще один мужчина решил превратить остатки растительности на своей голове в газон, но на этот раз его не подстригает рабочий, а поедает коза. С помощью такой забавной татуировки парень превратил свой сосок в бильярдный шар, по которому вот-вот ударит мультипликационный персонаж Бакс Бани. Очередная нелепая татуировка из разряда «Зачем он это сделал?». Конечно, многие любят Кит-Кат, но далеко не все готовы ради этой шоколадки пойти на такой глупый поступок. Простота и оригинальность. Вот как можно описать это тату. Как вообще ему пришло в голову превратить сосок в катящийся по склону валун? Актер и продюсер Тим Декс по всей видимости является ярым фанатом рестлинга, где подобные шлемы являются частым атрибутом участников шоу. А здесь уж точно можно сказать фанатом чего является обладатель этой татуировки – легендарных Кет Конверс, которые актуальны уже не один десяток лет. Кто сказал, что программисты не могут делать забавные татуировки? Если вы хоть раз просматривали код страницы или пытались создать даже простенький сайт, то вы все поймете. Существуют люди, которые всю жизнь путают правую сторону с левой. Кажется, этот парень один из таких, и он нашел идеальный выход из ситуации. Если вы считаете, что ваш список ежедневных дел всегда примерно одинаков, но запомнить его все равно не выходит, то просто набейте этот список на своем предплечье. В последнее время парные татуировки, которые делают парень с девушкой, пользуются популярностью. Некоторые из них очень даже забавные, как, например, это. Еще один любитель покушать. На этот раз было решено обойтись без признаний в любви, но при этом изобразить любимое блюдо во весь размер головы. Тоже считаете, что делать тату с именами вторых половинок не самая лучшая идея? Вот как раз и жертва оплошности с такой татуировкой. Парень исправил ситуацию, зачеркнув имя бывшей девушки и дописав под ним «Упс, я имел в виду Холли». «Я не знаю, я не говорю по-китайски». Буквальный перевод этой фразы. Кто-то решил сделать отсылку ко всем, кто набивал иероглифы, не зная их значения. А в итоге потом носил на теле какую-нибудь абсурдную фразу. Ну а как вам такое произведение одного из сторонников пастафрианства? Макаронный монстр просто идеально встал на свое место во фреске Микеланджело «Сотворение Адама». Когда твое креативное мышление развито просто прекрасно. Да и мастер отлично постарался, сделав такой идеальный переход руки моряка-папайя в руку владельца татуировки. А кто-то не осмелился называть это блюдо такими громкими словами, а просто описал пиццу как кусочек счастья. Мило, не правда ли? Любителей фастфуда очень много, поэтому и подобные татуировки не единичный случай. Сегодняшний наш герой является фанатом бургеров настолько, что считает это чистой любовью. Фастфуд это, конечно, вкусно, но вот этот парень решил, что все вокруг должны знать, что больше всего он любит домашнюю кухню, а именно борщ. Этот парень подготовился к зомби-апокалипсису. Правда, он решил, что готовить боеприпасы заранее глупо, а лучше сразу набить мишень, в которую необходимо целиться, когда превратишься в зомби. А как вам этот обладатель лица на затылке? В отличие от предыдущего, его второе лицо имеет даже растительность в виде густых и длинных усов. Не растет борода, а так хочется иметь брутальный вид? Не беда, можно ведь на все лицо набить густую щетину, как сделал этот мужчина. Теперь его называют «ходячий тест на проверку зрения». Ну что ж, готовы прочитать третью строку снизу? Когда поколение, которое выросло на юмористическом киножурнале «Яролаж», подросло. Ну хоть чувство юмора передача сумела привить этому зрителю. Ну кто ж не хочет себе роликсы? Ведь наличие этих часов – один из признаков хорошего заработка. Достаточно денег мужчина, видимо, пока не заработал, а подняться в глазах окружающих ему очень хотелось. Зачем была сделана эта татуировка? Чтобы не забыть планировку своего дома? Или же это планировка мечты, которую хочется воплотить в реальность в будущем? Как же много сравнений мужской лысины было с шарообразными предметами. Кому-то одно из них настолько понравилось, что он решил навсегда превратить свою голову в шар для боулинга. Пока вокруг идут постоянные споры о том, что же такое настоящая любовь, эта девушка уже точно решила, что для нее истинная любовь – это пицца. А вот еще один способ навсегда забыть о своей лысине. Просто набиваешь на всю голову волосы, которые уж точно никогда не выпадут. Еще один обладатель хорошего чувства юмора. Видимо, его девушка постоянно жаловалась на эти заросли и заставляла от них избавиться, а парень переложил работу на другого. Скорее всего, даже из вас найдутся те, кто проигрывал в споре на тату. Есть такие? Наш герой решил не обременять себя выбором татуировки и просто захотел оставить надпись, которая сама все объясняет. Редко увидишь тату на пояснице у парня. Кто-то решил предупредить, что ниже – источник взрывоопасного газа, рядом с которым нельзя держать открытый огонь. Ну и куда же без любителей фастфуда? Теперь ему даже не придется открывать рот на кассе. А нужно будет просто показать руку. Интересно, а если цены изменятся, что тогда он будет делать? А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.